Мы потомки героического поколения, воспоминаниям о славных подвигах наших дедов и прадедов, историю которых нельзя не знать, но среди них есть те, о которых даже родные знают очень мало. И Госархив региона активно ищет документы и материалы об истории жизни и боевого пути защитников Отечества. Эту работу здесь ведут около 10 лет. В целом, по нашим данным, по нашим спискам, у нас есть информация на около 3000 человек, призванных с территории нынешней Ингушетии, из которых около 1700-1800 – это Ингуши. А за последние несколько лет скрупулезного поиска Госархиву удалось найти информацию о 32 наших земляках. Среди них Даут Хамхоев, старшина 1-й пулемётной роты 220-го стрелкового полка, 4-й стрелковой Бежицкой ордена Суворова дивизии 2-го формирования. Наш соотечественник внёс огромный вклад в освобождение страны от нацистских захватчиков, защиту мирного населения, а также в победу над фашизмом. Он был награждён Орденом Красной Звезды 5 мая 1945 года. Поиск информации и исторических документов – это долгий и очень ответственный процесс, за которым стоит труд нескольких десятков специалистов. Приходит какой-нибудь родственник ветерана войны, допустим, что вот недавно приходила праправнучка ветерана, вот она запросила, что вот у неё прапрадедушка такой-то, такой-то, даёт нам его данные, где там родился, в каком году. И мы уже делаем, ну, во-первых, сами ищем эту информацию, во-вторых, делаем запрос в, ну, например, Центральный архивный Министерство обороны. То есть мы делаем официальный запрос, и они уже нам через некоторое время, не сразу, но через некоторое время, дают какую-то информацию, которая у них есть по поводу него. То есть где он, допустим, служил, где он, там, не знаю, если погиб, то погиб, если нет, то там попал в плен и так далее. Это какая-то информация у нас находится иногда. Но найти о защитнике Отечества такие персональные данные – это большая удача. Биографии многих так и остаются описанными вкратце, а некоторые имена и вовсе неизвестны до сих пор. К сожалению, многие ингуши-участники Великой Отечественной не были зафиксированы в каких-то документах. Да, мы понимаем, что на самом деле гораздо больше, чем пока найдено. Именно что касается поиска, допустим, могут быть, ну, допустим, если приходит человек, родственник этого ветерана, предполагаемого, то есть там может быть не точная информация, допустим, когда родился, может быть, не точная информация, где служил, может быть, не точная информация. И, допустим, написание имени, фамилии, то есть не фамилии, но имени, допустим. Ну, например, его зовут, например, Хасултан, а там его записали Хасултан, ну и так далее. То есть можно вот по таким моментам, ну, эта работа может осложниться, потому что разве написание, или, допустим, когда была депортация, многие ингуши меняли, записывались, как, допустим, Иван Федорович и так далее. То есть и здесь ты не можешь точно определить, был ли это ингуш, или просто совпала фамилия и так далее. Вот такие могут быть. Узнать о своих родственниках, участвовавших в Великой Отечественной, или просто ознакомиться с историей своих земляков, которые до последних сил боролись за независимость нашей страны, может каждый. Здесь будет информация уже об этом человеке, что вот Булгучев Хасейн Абрагимович, где служил, какое звание, лейтенант, там, в каком году выбыл. То есть здесь написано, что он пропал в близости в августе 41-го года. В каждой семье хранится память о своих близких, которые воевали на фронте или трудились в тылу. Их подвиги и передавать их историю – наша обязанность. Мадина Цора, Али Зязиков, Магаз, 24.